привет друзья сегодня рисуем а точнее пишем motorhorn в цветах исключительно мастихином а и 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 Продолжение следует... 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 Мы не давим сильно на мастихин, когда кладем верхний слой. Где-то ребрышком, а где-то носиком. Краски берем много, сильно на нее не давим. Ребрышком маленькие детальки, а потом поперек их можно сметать, расширять. Немного регулируем цвет внутри белого пятна. Белый не всегда идеально белый. Его нужно бить на 2 тона. Один белый подпачканный, второй более чистый. Белый мы также работаем от темного к светлому. Маленькие деталюшки. Тонкие блячки на краю горы. Там, где будет трава, смело под нее залазим. Мы сможем положить ее сверху. Темные какие-то детальки, которые мы не успели сделать изначально. Гора должна быть разбита на 3 основных тона. Темный, средний, светлый. Темного здесь совсем немного. Это лишь небольшие локальные деталюшки. И среднего, светлого тона в пропорциональном отношении, конечно же, больше. Носиком аккуратно формируем нюансы. Носиком мастихина. Меняем где-то оттенок. Холодим левую и нижнюю часть. Верхняя более теплая и темная. Нижняя более холодная. Промежутки между снегом. Мы делаем все от большого к деталям. Сначала большие крупные пятна. Потом формируем деталюшки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Прежде чем писать траву, подложим слева снизу кусочек камней. И намешиваем цвет травы. Темно-зеленый. Изумрудка, либо фыцы. Немного краплака. Совсем капельку желтого. Так, чтобы цвет едва-едва напоминал зелень. Туда же можно добавить синего. Все темные краски вместе. Зеленого цвета там особо не видно. Начинаем вести с ребрышка и потом придавливаем мастихин. По небу, по сырому небу, мастихин ребром легко проводит тонкие линии. Когда залазим на холм, ставим его на плоскость и просто закрашиваем широко траву снизу. Аккуратно. Главное выставить верхний край. Повозитесь с этими детальками, не спешите. Эта деталь также важна, как и вершина горы. Нижнюю часть просто чиркательно красим всей плоскостью мастихина. Когда верхушки травы уже сформированы. Следите за границами. Темной травы не должно быть слишком много. Заранее продумайте, где будет контур темной травы. Плоскостью, носиком, чиркательно, снизу вверх. Светлая часть травы. Желтый. Капелька голубого. Кое-где совсем чуть-чуть. Желтый испачкать никогда не поздно. Крупные мазочки подошвой, носиком. И чуть-чуть зеленим. Либо изумрудкой фыцы, либо капелькой голубого, синего. Если цвет зеленый получается слишком открытый, мы можем добавлять капельку охры. Охра всегда сдерживает. А едкие цвета делает их более интеллигентными. Теперь, когда там есть желтая подложечка, можно добить темную траву. Точно так же верхушки ребром мастихина. Нижнюю часть носиком, плоскостью. И зеленая трава спереди. Желтый. И прямо на ходу можно к нему добавлять где-то капельку изумрудки, либо капельку синего, голубого. Голубой с желтым также дает зеленоватый оттенок. Главное не переборщить с голубым или синим. И немного охры для того, чтобы облагородить цвет. Чтобы он не был слишком открытым. Мастихин я использую овальной формы с аккуратным заостренным слегка кончиком. Выбирайте размер мастихина, сообразно размеру вашей картины. Не берите слишком маленькие мастихинчики. Удобнее работать средними и крупными. Чистим цвет. Снизу кладем более грязные оттенки, сверху кладем более чистые, более открытые. Сложный или грязный цвет состоит из большого количества красок. Чистый это цвет, грубо говоря, цвет из банки. Взяли желтый с палитры и положили. Добейтесь необходимой степени чистоты цвета. Темные всегда сложные. Светлые цвета, наоборот, чистые открытые. Немножко подбили траву на переднем плане, темным. Повозитесь с этим куском хорошо, прежде чем класть на него цветочки. У нас должна быть хорошая, красивая подложка с определенной степенью сложности. Начинаем лепить цветы. Голубой, небесно-голубой, капелька синего, либо ультрамарина, что в принципе одно и то же. Кончиком мастихина, низом кончика мастихина. Набираем краски много, кладем чуть-чуть. Отрегулируйте количество краски, которое вы можете положить одним мазком. Один лепесток – это один ваш мазок. Регулируйте оттенки цветов, имеющимися в вашем арсенале оттенками. Здесь можно употребить все синие, которые есть на вашей палитре. И голубую ФЦ, и небесно-голубой, и ультрамарин, и даже немного кобальта фиолетового. Берем белило, добавляем капельку кобальта фиолетового и кладем вот эти светлые цветочки. Отходите обязательно посмотреть издалека на этой стадии 2-3 шага назад от картины. Вы постоянно, каждые полчаса должны смотреть со стороны. Во-первых, это полезно для ног и спины двигаться во время работы. Во-вторых, это полезно для самой картины, когда вы видите ее издалека, а не только вблизи. Вблизи вы видите отдельные детальки, отдельные кусочки. Издалека вы работаете как дирижер, как композитор, который управляет не только первой скрипкой, но и всем оркестром. Когда заканчиваете работу, больше смотрите, чем делаете. Мазочки лепестков должны быть более жирными, чем нижний слой. Для того, чтобы они легли и не утонули в предыдущем слое. Вот так. Мелкие детальки. Внутри каждого цветка можно найти некоторые нюансы. В каждом цветке разные лепестки разных оттеночков. Что-то светлей, что-то темней. Подбиваем все передние цветы снизу темно-зеленым цветом, чтобы они выдвинулись на передний план. Много желтого. Желтые цветочки. Чистый желтый, прямо из банки. Немного оранжевим. Теплим некоторые лепесточки. Чем можно теплить? Можно теплить кадмием, оранжевым. Может быть у вас в арсенале есть много разновидностей желтых. Кроме лимонки, может быть есть еще средний темный кадми желтый. Можно подмешивать капелюсечку красного, и он тоже будет теплить ваш желтый цвет там, где нужно. Где-то желтый можно слегка подбеливать. Но с белилами не переборщите, не перестарайтесь. Белилы убивают насыщенность цвета. Убивают... Убивают сочность. Убивают сочность цвета. Убивают на размер женщины. Убивают сочность цвета. Белилы убивают красный цвет. Убивают сочность цвета. Немного более бальное мясо. Убивают сочность цвета. Убивают сочность цвета. Маленькие травинки Небольшие нюансы, которые вы хотите привнести в конце в работу Снова подбиваем некоторые цветочки темным Берем маленькую кисточку, вот для чего маленькие кисточки нужны Подводить реснички и ставить подписи И наша картина готова